Друзья, всем привет! Вы на канале Жизнь за границей. Сегодня у нас выходной, суббота. Я приехал в Теско, мне надо будет заплатить сейчас за телефон, за интернет, за сотовую связь. Я обычно это делаю в Теско. Здесь в офисе есть карминал, где можно оплачивать сотовую связь. Пользуюсь я оператором Dreamove. Уже достаточно давно, мне полностью все устраивает. За своего оператора я плачу 1350 бат в месяц. Полная безлимитка и отличная скорость, которая меня полностью устраивает. Кстати, ребята, сегодня в Таиланде празднуется День Детей. Это немного похожий праздник, как у русских, День защиты детей. Сегодня празднуется в Таиланде День Детей. И сегодня в торговом центре Central Festival проходят различные мероприятия. Сегодня мы чуть позже поедем туда. Там сегодня будут отличные скидки. Кстати, я еще не делал обзор на такой аттракцион, как «Искусственная волна», где можно кататься на серфе. Тоже, может быть, чуть позже я сделаю отдельный обзор на этот аттракцион. Он совсем недавно открылся. И у меня особо нет много информации об этом аттракционе. Так что, в принципе, сегодня, может быть, чуть-чуть и нам удастся записать видео про этот аттракцион. Поедем мы уже после обеда. Сейчас у меня... Вообще, у меня сегодня два заселения. И плюс еще... Сейчас еду на показ виллы, которая расположена на Ламая. А заселение у меня будет на Майнаме. Так что, едем, работаем даже в выходные дни. В общем, друзья, я не успел на изи серф. Здесь такая волна для серфинга открылась. Вот, мы не успели с Кристиной, потому что я освободился в 5 часов. А они в 5 часов уже закрываются. Съездим в следующий раз. Но билет уже будет стоить не 450 бат, как сегодня, а 950 бат. В общем, приехали сейчас в Центральный фестиваль. Здесь вовсю проходят детские мероприятия. Маша скоро тоже приедет на Тук-Туке. Вот здесь опять открылась такая ярмарка. И какое-то мероприятие проходит на центральной... На центральной площадке Центрового фестиваля. Традиционная тайская музыка. И многое... Многие другие фишки. Огромное количество детей. Как красота. Это просто что-то невероятное творится на Центральной площадке Центрового фестиваля. Это просто скопление кучи детей. Это же здорово. Итак, друзья, вместо сегодняшнего праздника меня отправили на рынок еды, который расположен у озера Чавенг. Сейчас что-нибудь заточим, перекусим. И Маше что-нибудь еще возьмем с Кристиной. Вот, а пока Маша с Кристиной, они играются на площадке. Я пользуюсь случаем. Решил записать для вас обзорчик, что сегодня есть на этом рынке. Что, может быть, что-то новое увижу. И вас удивлю, надеюсь. Так, мы начинаем мы с различных наггетсов. Идем дальше. Сосисочки. Ну да, это типа крабовое мясо. В виде креветок тоже классно смотрится. Вот у них свежевыжатый сок из санжирина. Типа оранж-джюс. Может быть, возьмем. Но в последний раз он как-то мне казался сильно соляной. Хотя здесь ничего не добавляют. Не знаю, посмотрим. Шашлычки из фарша. Вон как она делает. Круто. Почему у нас такого не додумываются сделать? Здесь кое-что рыбное есть. Какие-то лобстеры или что это такое. Достаточно такие большие. Пища 800. За что за килограмм? Непонятно, креветочки, кальмарчики. И дальше уже тайские блюда пошли. Ну, наша любимая рыба в траве. Смотрите, у нее во рту трава. С солью. Сколько она стоит? 300 или 500, непонятно. Опять же, проходим через лавку с тараканами, пауками и различными личинками. Стоимость 30 бат за порцию. 40 бат за порцию. Еще что-то какие-то кузнечики. Не знаю, никак не могу собраться с духом, попробовать эти чипсы. В следующий раз по-любому. Но не сегодня. Ладно, идем дальше. Что-то как бадья с костями, с свиными. Сколько нас тут непонятно. Нету цены. Вот различные супы. 60, 60, 100, special, нудов. А, смотрите, какие ножки хайные. Прямо вот эти сладкие. Супер чиперкин, 100 бат. Да, какая. Я думал, это просто отходы, а это, оказывается, еще и едят. Так, фрукты. Стики райс, манго стики райс, сладкий рис. Круто. Тоже манго стики райс, 60 бат. Очень здорово. Шашлычки куриные, свиные. И многое другое. Так, фруктовая лавочка. 122 килограмм манго. Так, что она на ощупь? На ощупь нормально, нормально выглядит. Можно, кстати, да, как... Домой взять, как трофеи. 120, 120. Что тут еще? Маша, это что за фрукт? Не помнишь, как он называется? Это, скорее всего, ланганы. А нет, это... Не знаю. Короче, ребята, если вы знаете, обязательно пишите в комментариях, как этот фрукт называется. Потому что мы постоянно забываем. В общем, ребят, сегодняшний наш ужин будет из наггетсов. Эта, пожалуйста. Эта. Да. Будешь эти спрингролы? Не будешь? Нет, нет. Спрингролы, кстати, стоят 50 бат. Сколько? 4 тысячи. Да, да, себе. Будешь? Окей. Всего лишь 50 бат. Возьми от Маши, пожалуйста. Снимай здесь сегодня новую шаурмешную. А вот так она выглядит здесь на рынке. Здесь у них есть пита брэд 90 бат, чикен, чиз. И по размерам также есть ларж и смол. Ларж 130, смол 90 и чикен шаверма L100, S60. Что это значит, непонятно. В общем, мы взяли чик. Да, это я знаю. Я в курсе. Гарлик. 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 Да, мы здесь с чикеном. В общем, у нас будет L-ка. Размер L-с 130 бат. Добавляем в гарлик соус. Вот есть пенчук. Вот такой вот кусочек сыра добавляют. Круто. Сейчас он весь растает. Ух ты, смотри, Маш, как делает. Такого я еще не видел здесь. Да, плавят. Да, 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 плавит сыр. Круто. Классный способ, да? А что так можно было? Знаешь, такая вот фишка. Классно. Раз и все. Надо ждать, пока он растает. Все очень легко и просто. Такая вот здесь курочка жарится. Сейчас мы будем это все точить. Точить. И сразу тебе, знаете, живая музыка, да? Красота. Так, что мы взяли? Мы взяли шаурму, наггетсы, сприндроллы для нашей подружки и пол-литра свежевыжатого сока. И идем сейчас на фудкорт, к Централ фестивалю. Маша, ты куда идешь, что ли? Ты что? Маша запуталась. Сейчас пытаемся прорваться через дорогу. Здесь какой-то такой бешеный трафик. Господин регулировщик нас сейчас проведет. Да, мило. Почувствуем себя туристом. Спасибо. Так, стой, стой, стой. Маша, аккуратно. Я сегодня не почувствую себя туристом. Я сегодня не почувствую себя туристом и по полной программе. Меня на тук-туке содрали 200 бат. Ну так, прежде чем садиться, ты же всегда знаешь, надо спросить цену. Слава, нет, я не знаю. Я знаю, что... Иди сюда. Всегда возят поступать. Нет, нет. Знаете, в общем, самое главное правило, знаете, ребят, если вы садитесь на тук-тук, не спросив цены, 100% тайц накрутит 2 даже и больше цены. Вот как сегодня Маша поступила. Ей накрутили чуть больше трех цен. 200 бат. В общем, ну, Маша сама виновата на самом деле. Нужно было сразу спросить стоимость... Стоимость конечной остановки. Я езжу на тук-туке там раз в год. Ну, и сейчас будешь знать, да? Центр, фестиваль весь в огоньках. Потрясающие инсталляции. Красота. Мы так здесь и не сделали рождественские новогодние фотографии. У нас как-то не получилось, не доходили до этого руки. В общем, шаурма была отличная. С сыром я вообще ел в первый раз. Сок тоже очень понравился. Хоть и стоил одна бутылка полулитра, по-моему. Вышло нам 100 бак. В отличие от прошлой пробы такого же сока, первый раз, когда я пробовал, он нам вообще просто не понравился. Вот поэтому я сомневался, брать или нет. А это свежевыжжитый сок. При вас же его делали, готовили. Очень-очень вкусный. Хоть и стоил 100 бат. А пока мы кушали Кристину, забрали в кинотеатр на какой-то мультик. В общем, сейчас еще мы полтора часа проведем в Централ фестивале, и уже, наверное, потом поедем домой. Отдыхать, спать. И завтра уже в православный храм, наверное, поедем. Вот такую, эту уже площадку я вам показывал в предыдущих видео, когда мы ходили в кино. Что-то не очень пользуются спросом эти аттракционы. Наплыв людей вообще в торговом центре, а эти аттракционы пустуют. Вот и наш зал. Джуманджи. А, нет, мы еще не посмотрели вторую часть Джуманджи. Надо будет сходить. Так, еще тайские. Раз, два тайское кино. И третье. The Gentleman.